Ну а прямо сейчас, я так понимаю, мы должны перенестись на Сахалин. Всё ведь верно? Да-да-да. Ну, там, в общем, интересная история. Не знаю, все ли зрители наши знают. Это уникальный случай, как высокое городское начальство приезжает в типографию, чтобы остановить выпуск газеты, в которой выходит неугодное начальству. И, видимо, каким-то афилированным к нему бизнесменам статья. Многое в России возможно, но это как-то очень уж совсем в лоб. Да, такая свобода слова. Мэр Углегорска Сергей Дорощук сорвал выпуск газеты, в котором должна была появиться статья о негативном влиянии восточной горнорудной кампании на экологию. Ну, каким образом он разобрался с редакцией? Отправил туда несколько человек, они обесточили типографию и выключили свет. Потом приехал сам мэр для того, чтобы поговорить, обкашлять, вопросики, как это называется, и приказал остановить выпуск газеты. А сотрудников призвал покинуть помещение, фактически выгнал их из их же редакции. Ну, это что как-нибудь цензура. В это вкусные электронные издания в интернете все-таки труднее полностью вырубить. Ну, ты можешь с мобильным телефоном сбежать в какой-нибудь каворкинг, кафе и уже оттуда продолжать публиковать. Знаменитые углеродские каворкинги. Итак, у нас на связи Зинаида Макарова, главред газеты и ТРК «Углеродские новости». Зинаида, здравствуйте, вы нас слышите? Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что же был за такой сенсационный текст, который заставил аж мэра города приехать в типографию? Буквально за несколько дней до происшествия в Гульгорском районе пошел угольный отвал с разрезом солнца, принадлежащим восстановлению городовольной компании. Мы освещали это на сайте и среда выполнили выпуск газеты с этой же темой на первой площади. Ну а почему же все-таки, если это такой общеизвестный факт, все равно решили, во что бы то ни стало, остановить выпуск газеты? Чем так зацепил этот текст руководство? Ну, о том, какой текст будет составить, руководство, в принципе, не знало, только безданное. Потому что непонятно, что через начале это решение, очень громкое, очень много наделало. И, кроме того, прочего, мы ведь еще снимали и на телевизионных сюжетах, и эфир тоже не могли выпустить в итоге. Я не могу понять, у вас такие отношения с мэром, может быть, сложились? Он вообще постоянно ли вот таким актом цензуры прибегает, или это вот его впервые настолько занесло? Может, уделись какие-то личные связи с этой большой бизнес-структурой? Восточной горнорудной компанией? Ну, у нас ситуация в Углегорском районе в следующем. Крупный бизнес внедрился уже в практически в все сферы жизнедеятельности района. Мэрс Телекон полностью подчиняется председателям Санкт-Петербурга. Это общие избытные факты, у меня, собственно говоря, об этом мы тоже снимали в последние телепередачи. Ну, видимо, они решили, что этот последний материал уже не должен выйти, потому что, видимо, масштаб в происшествии настолько большой, что обласка была для них, ну, вероятно, не совсем удобной. Я думаю, так. Что ждет вашу газету теперь, когда подобное случилось, такой конфликт? Ну, на наши вопросы прямо не отвечали. Мне очень хотелось бы, чтобы газета была сохранена, потому что она очень нужна жителям нашего района. И точно не знаю. Ну, может быть, ее закроют. Даже так вы предполагаете? Но ведь и к самому мэру появляются вопросы, особенно после того, как эта информация о таком явном акте цензуры была опубликована, в том числе и в интернет. СМИ разлетелось, в том числе и по социальным сетям. Я, насколько понимаю, ведь прокуратура уже должна проверку провести вот этих действий Сергея Дорощука. Верите ли вы в то, что он за подобные действия, которые прямо нарушают, в том числе и основной закон. У нас в Конституции написано, что цензура запрещена. Верите ли вы в то, что он понесет наказание? Я верю в это. Прокуратура разбирается, надзорные органы работают. И судя по тому, что сегодня нам во втором межречении в здании фотографии включили восстановление в поведении окружения, это говорит о том, что, видимо, влияние какое-то на межречении уже точно идет проверка. Надеюсь, что соответствующие меры будут приняты отношению к этому отношению очень серьезным. Спасибо большое. Это была Зинаида Макарова, главред газеты и ТРК «Углеродские новости». Не часто мы с Владимиром интересуемся углеродскими новостями. Но вот и уникальная ситуация, когда мэр Углегордский... Углегордские. Ага, углеродскими тоже не интересуемся. Но углеродскими и углегордскими заинтересовались, потому что уникальная совершенно история, когда мэр гордо приезжает в типографию и останавливает производство газеты, потому что там некий обидный материал. Да нет, но сначала присылали каких-то братков своих людей на каких-то... Ну, вспоминаются лихие 90-е, которые так любят ругать... Да, мне как раз лихие десятые больше вспоминаются, честно говоря. Мне кажется, такая цензура в 90-е была не принята. Но с другой стороны... Тогда можно было просто приехать с ребятами и как бы договориться на месте. Не надо об этом рассказывать. Серьезные люди тебя просят. Аня, ну не надо. Вот и в... Не буду, не буду, не буду. Ты представляешь, в Москве, например, Сергей Собянин бы приехал на дождь. Наверняка есть много вопросов, которые мы освещаем не так, как хотелось бы московскому правительству, например. И силой бы выдернул бы, не знаю, электричество, как бы обесточили нас.